Полесский радиоцинный экологичный заповедник створили празд два годы после Чарнобыльской катастрофы на территории Хойникска, Габрагинского и Наравлянского районов. В зоне отчужения оказались 54 помники. Все лето после посадки древ у первой половины красавика в заповеднику начались работы по наведению парадки на братских могилках. В апреле месяц у нас такая горячая пора. Все памятники ремонтируем и производим покраску. А к дате 9 мая возлагаем цветы и устанавливаем венки. Трагедия у Юсцы Бабчин здарилась в мае 43-го. Карники арештовали 31 человека за совесть с партизанами и после жорстких катаванню расстреляли. По завершении войны на этом месте земляки установили помник. На им так само проводятся работы по добропарадкованию. У совести с повышенной радиацией помощников из инших организаций у Полесский заповедник не запрашают. Со стороны мы никого не привлекаем, только свои сотрудники. В основном лесники. Здесь мы красим, белим, где-то подштукатуриваем. Наводим порядок. Раз месяц после расстрела мирных жихаров у Бабчине в Хойникском районе здарилась еще одна трагедия. Карники спалили отразу 26 населенных пунктов. Частку разом с жихарами. В 1967 году у память о птых падеях на месте Блойвезке Перевесе установили Абялиск. На территории заповедника находятся три деревни, которые сожгли полностью, они не восстановились. Это Зеленый Гай, Красномайск и Перевесе. Две из них, Зеленый Гай и Перевесе, были сожжены вместе с людьми. И земля с этих двух деревень на сегодня находится на кладбище деревень в Хатыни. На Радовницу трапить на территорию Полесского державного города и цены экологичного заповедника можно, будя по пашпорту, без наявности специального дозвола. Люди будут наводить парадок на могилках своих родных у тымлику у дельников Великой Айчинной. А про то, у них будет махчимость ускласти кветки до братских похований и помников о хвером геноциду, которые находятся в зоне отчужения. Олег Сентяру, Светлана Главко, Игорь Марысченко, Телерадо и компания «Гумель».